Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Семья Колесниковых. Ну что, ребят, новостей у нас от Колесниковых не имеется. Да, в общем, тянут резину. Ну или что-то скрывают. Потому что я думаю, что мадам Светы уже давным-давно дома. Когда выкладывали видеоролик с шарами, то на кухне, на подоконнике засветили букет цветов. Там стояла, по-моему, роза Анжелы и ещё букет цветов. Я думаю, что Колесников не стал бы покупать прям-таки заранее цветы, не зная о том, что выписывают Светку. Ведь букет может, в конце концов, завянуть. Он прекрасно знал, когда её выпишут, но, опять же, он не перестаёт врать. Колесников, ребят, неисправим. А ещё, слушайте, у меня прям нашествие. Нашествие фанатиков я по-другому назвать не могу. Ну и, конечно же, мне почему-то кажется, что сами колёса мне написывают. Потому что, ну, такой безграмотности я ещё не видела. Мало того, что нет запятых и точек. Так, слушайте, я пока прочитала несколько комментариев от таких вот фанатиков, то я думала, что я отупею. Потому что невозможно было читать и разобрать, что они написывают. Ну, конечно же, главные слова «не суди, да несудимо будешь», «бумеранги», «зависть» и всё прочее. Но всё это, знаете, уже настолько предсказуемо, что мне уже не хочется обращать внимание на всю эту дребедень. Единственное, занудливых таких фанатиков пришлось отправить в баню. Потому что я уж очень не люблю безграмотность и когда бросаются на моих зрителей. Да, Колесников, ты можешь не стараться и не написывать мне. Я ужасно не люблю безграмотность. Я всё понимаю. Могут быть какие-то описки. Да и гаджеты наши переделать могут слова. Но не до такой же степени, чтобы просто невозможно было прочитать комментарий. Ну и, конечно же, ребят, кроме бумерангов, побойся Бога, зависть, не зависть, а зависть, ещё и суд. Да, уже и судом даже угрожали. То ли фанатики, то ли зам Колесников. Ребят, это просто что-то с чем-то. Я же не так давно их смотрю. И раньше я как-то редко делала обзоры, а сейчас уже как-то более чаще стала обозревать. И таких набегов не было. Я посмотрела, слушайте, и защитников-то не столько много. Да и просмотров у них тоже прям не космос, да. Откуда берутся все эти защитники на моём канале? Неужто Колесо сидит сутками, клепает аккаунты, чтобы настрочить мне? Кстати, да, два заблокировала, которым всего лишь два дня. Вместо того, чтобы готовиться к встрече жены с ребёнком, он занимается ерундистикой. Лучше бы кроватку купили и коляску, да дом отдраили от грязи, потому что прямо страшно, что в такую грязь привезут грудного ребёнка. Лучше бы коляску купил, да кроватку, да приготовил комнату для грудничка, хотя там непонятно, в какой комнате будет жить мама с ребёнком. Опять же, будет ли ребёнок с мамой или достанется кому-то из старшеньких. Кстати, Анжела действительно, она была очень какая-то грустная, совсем без настроения, вот прям казалось, что реально она заплачет, но я не знаю, неужели и правда из-за того, что ей не хотелось варить борщ, и она настолько ленивая, что из-за этого вот прям сидела темнее тучи. Может быть, ребят, и правда из-за чего-то она расстроилась и из-за чего-то переживала, хотя опять же, ребят, может ли она из-за чего-то переживать? Может, не дали поспать просто девчонке и подняли её с кровати, чтобы шла готовить поесть? Вы знаете, ребят, оно и правда. Мы столько ждали, когда Светка родит, что сейчас нам, наверное, придётся ещё столько же ждать, когда её выпишут из больницы. Всё, конечно же, и правда, ребят, очень странно, но и сам Колесников у нас очень уж странный. И, знаете, я даже думаю, вот эти его слова, да, и его тучный вид, что он сидел сам не свой, когда толкал речь, что нужно продолжать жить и всякое такое, я думаю, возможно, и наиграно. Хотя, ну, очень уж по его лицу видно было, что что-то случилось. Не исключено, конечно же, что Светку могут выписать одну. Опять же, тогда для чего эти шары, для чего вот эти поздравления с днём рождения? Не у Светки же день рождения, а день рождения у ребёнка. Колесников любитель у нас ввести в заблуждение людей, дабы запутать. И вы заметьте, ребят, вот Светка родила, да, он сказал, родила, всё, якобы, всё нормально со Светкой, но он не сказал, кого она родила. Зато сколько много слов было сказано про собаку, и даже не одну собаку, а две собаки. Тут такое событие. Сама Светка родила, а он даже ни слова пропол ребёнка. И поэтому, мне кажется, всё это очень-очень странно. Или наиграно, либо действительно что-то там произошло. Но опять же, Колесников что сказал? Что он может снять этот видеоролик, и он окажется последним, и снимать он ничего не будет. Но я почему-то думаю, ребят, что канал, он не забросит хоть какая-то копейка с него есть. Да и хомяков тоже хватает, которые добровольно расстаются со своими кровными, заработанными собственным трудом деньгами и отправляют колёсам посылки, деньги. И я думаю, что из-за границы им перепадает тоже неплохо. Именно от подписчиков вот таких вот хомяков, которые гоняют у меня по каналу и написывают так, что невозможно разобрать, пугая бумерангами и судом. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.